Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, не перестаю вам говорить, я безумно рада видеть вас всегда на своём канале. И сегодня 22 число и мой отчётный день. Кто не в курсе, новички или те, кто случайно зашёл на мой канал, каждого 22 числа месяца у меня отчётные дни. И сегодня мой отчётный день. Итак, мои дорогие, кто помнит, две недели назад я имела неосторожность огласить вам, что я хочу сделать эксперимент, провести кое-какие изменения в своём питании, для того, чтобы раскачать вес, чтобы вес мой сдвинулся. На время эксперимента мой вес был 66 килограмм. За 4 дня эксперимента я благополучно прибавила 1 килограмм, а у меня стал 67. Я, конечно, очень расстроилась, потому что, ну, меня это пугает. Когда человек теряет и когда он возвращает хоть маленько, ну, не знаю, как у меня, меня это очень пугает, настораживает, потому что я из той серии, когда у меня присасывает мгновенно лишний вес, и его потом скинуть очень сложно. Поэтому свой эксперимент я остановила и решила, что будем договариваться со своим организмом, будем всё равно идти к своей цели. Кто не знает, моя цель 60 килограмм, идти я к этой цели буду. Но уже принимать вот эти качели, которые при... Ну, это у меня третий опыт. Сразу хочу сказать, кому-то это помогает, помогает хорошо. Но это не мой вариант. Вот эти качели, это не мой вариант. Я пробовала его уже в третий раз, с большой надеждой, что сейчас у меня получится. Ничего подобного. Возможно, в какой-то долгосрочной перспективе он бы и помог, но я испугалась, остановилась. Решение, я думаю, я приняла правильно. Зачем рисковать? Ну, стоял вес долго. Ну, ничего страшного, он же не поднимался. Поэтому после четырёх дней своего эксперимента я остановилась. Две среды уже пту. И вот вчера была среда, я проводила разгрузочные дни на воде. И в итоге сегодня у меня вернулся мой вес 66 килограмм. Значит, я его набрала за 4 дня, ну, а почти за 10 дней с большим трудом скинула килограмм. Поэтому я считаю, что рисковать больше так не стоит. Нужно идти тихо, медленно, но верно. И договариваясь со своим организмом дойти до своей конечной цели. Моя конечная цель 60 килограмм. Я очень-очень на это надеюсь. Но никаких стрессов больше для организма я принимать не буду. Также питаюсь своим любимым кетопитанием, интервальным. Всё нравится, всё доставляет удовольствие. И будем смотреть, что будет дальше. Под этим видео, как всегда, я пишу свои параметры и вес на сегодня. В параметрах, кстати, у меня нет изменений. Вот как были они до начала эксперимента и месяц назад. Всё осталось по-прежнему. Ну, я, в общем-то, этому рада. У нас наступили прохладные дни. Это тоже радует, потому что моя ходьба увеличится. Я буду больше гулять, больше ходить. И надеюсь, всё-таки какие-то изменения в моём месте будут. И теперь ни пугать не буду свой организм. Ни закатывать ни цифры, ни даты организму говорить не буду. На что, надеюсь, когда хочу это сделать. Я этого делать не буду. Не буду пугать свой организм. Будем потихоньку договариваться. Я уверена, буду его любить, ласкать. И у нас всё-всё получится. Вы знаете, мне под каким-то видео два или три дня назад, я не помню, снимала как раз по поводу эксперимента, да, написали комментарий, сколько вам лет. Если вам 65-67, так вы скоро и так без всяких диет похудеете. Ну, я не знаю, откуда у людей такие понятия, что в 65-67 все стройняшки ходят. Это совершенно не зависит. Если человек полный, я очень много знаю людей моего возраста и старше, которые борются с весами, ничего не могут делать. И тут возраст ни при чём. Ну, это мне сообщение очень улыбнуло. И, возможно, у вас какие-то есть комментарии по этому поводу. Просто вот прямо серьёзно улыбнулось, что после 65-67 лет точно и диет никаких не надо, а само по себе худеется. Но вот так вот люди считают. К сожалению, на деле это совершенно не так. Итак, мои дорогие, отчиталась сегодня за свой вес. Мой вес на сегодня 66 килограмм. Все свои параметры объёма груди, талии и бёдер остались без изменения. Оставлю все данные под этим видео. Пишите, задавайте свои вопросы. Мои дорогие, пишите любые вопросы, касаемо питания и так далее. Я отвечаю всем и всегда, даже если с опозданием. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я всегда рада подставить вам плечо, подсказать на собственном опыте, что у меня и как. Я очень довольна. Два с половиной года. Два с половиной года я уже на кето-питании интервальном. Это доставляет мне огромное удовольствие. Это даёт мне энергию и силу, здоровье, хорошее настроение. Всё это я вам, мои дорогие, желаю. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Отвечу всем-всем с удовольствием. Кто зашёл на мой канал и ещё не подписан, исправьте свою ошибку, мои дорогие, и обязательно подпишитесь. А все мои гости, подписчики, мои самые лучшие подписчики, и все, кто случайно зашёл на мой канал, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok